Дай почитать. Итак, вопрос первый. Дай почитать. Повышенная потливость ладоней. Десятое. Чувство неполного вдоха. Ощущение кома в горле, дышка, нехватка воздуха. И, наконец, последний, одиннадцатый вопрос. Увеличение частоты сердцебиений или ощущение перебоев в работе сердца без связи с физической нагрузкой или непропорционально физической нагрузке при отсутствии проблем с сердцем у вас бывают? Итак, дорогие слушатели, вам знакомы эти симптоматические признаки? Знаете, это ваша вегетативная нервная система начинает давать сбой. Но главное помнить, мы ведь стремимся успеть все и сразу. Мы не умеем рассчитать предел своих возможностей. Игнорируем знания о собственном организме. Мы так отдалены от природы, что сразу не слышим тревожных сигналов, которые подает нам наш организм. А есть совсем нехитрые советы для того, чтобы поддерживать свою вегетативную нервную систему в форме. Например, нужна смена труда и отдыха, смена видов деятельности. Полезно делать перерывы по 15-20 минут в течение рабочего дня. Необходимо уметь распределять свои силы, постепенно увеличивать нагрузку и не пытаться сразу выполнить весь объем работы. Немаловажный фактор здоровья вегетативной нервной системы – достаточная продолжительность качественного ночного сна. Это 8 часов для здорового человека. Соблюдайте правильное дыхание. При возникновении стрессовой ситуации сделайте дыхательное упражнение. Не бойтесь поддерживать дневной тонус нервной системы контрастным душем. Не забывайте об умеренных физических нагрузках. Прогулки на свежем воздухе – 5-7 километров ежедневно. И посильная физкультура. Старайтесь, чтобы ваше питание было сбалансированным и полноценным. И последнее. Устраивайте для себя раз в неделю полноценный выходной. Александр Беленко и его книга «Панические атаки и ВСД» помогут запустить резервные силы организма. До новых встреч! Дай почитать!